Доброе утро, уважаемые коллеги, уважаемые участники! Меня зовут Василия Плеханова, я руководитель проекта FinTechStop, организатор профессиональных онлайн-событий. Друзья, в сезоне 2024 проект DeBankrot сосредоточился на дискуссиях и обсуждении самых-самых острых, самых злободневных, знаковых событий, которые происходят в сфере банкротства. Сегодня мы с обсуждать налоги в банкротстве и конституционный суд. Вы спросите, какое отношение имеет конституционный суд к нашей сегодняшней беседе? Самое-самое, что ни на есть, прямое, потому что мы будем сегодня с вами обсуждать свежайшее постановление конституционного суда, которое посвящено вопросам уплаты налога при использовании заложенного имущества. Модерировать сегодняшнюю встречу будет бессменный, в принципе, ведущий наших банкротных дискуссий Игорь Гуськов, адвокат, партнер Гуськов и Насоушей. А участники нашей дискуссии Алексей Николаев, управляющий партнер юридической компании Юртехконсалт, арбитражный управляющий, и Светлана Тарнакольская, адвокат, партнер, руководитель практики, коллеги адвокатов ЮКОП и партнеры. Друзья, мы с Игорем приготовили для наших участников дискуссии. Очень острые вопросы, но вы тоже можете присоединиться к нам. Ждем ваши вопросы в чате прямо в онлайн-трансляции. А также будет замечательно, если вы будете делиться и вашим мнением по поднимаемым вопросам. Давайте сделаем сегодняшнее мероприятие максимально полезным. Я с радостью перехожу в стан зрителей и передаю слово Игорю. Спасибо. Вы сказали вначале, что вы спросите, какое отношение Конституционный суд имеет к налогам. Я испугался. Думал, вы скажете, вы спросите, какое отношение Конституционный суд имеет к праву. Ну, там он имеет отношение к праву, поэтому все в порядке. Спасибо, коллеги. Доброе утро. Вам тоже спасибо, что согласились поучаствовать в дискуссии. Вообще, наш сегодняшний разговор я бы описал так, что мы сегодня с вами играем в одной команде, но на чужом поле. Ну, потому что, когда мы обсуждаем вопросы по закону о банкротстве или по гражданскому праву, то даже если мы не знаем ответ, то мы всегда можем как-то обратиться к общим нормам, вспомнить практику, попытаться сопоставить логику, смысл вообще, а будет ли то или иное решение как-то входить и гармонично выглядеть в общей уже сложившейся системе. А вот когда мы говорим про налоги, то там, на мой взгляд, все выглядит сложнее. Там тоже нужно обращаться по вопросам к общей доктрине и общей теории. Ну, например, даже для разрешения такого вопроса, вот, а может ли у банкрота, в принципе, быть налог на прибыль? А может ли у банкрота вообще быть какой-нибудь налог, в принципе? И вот, чтобы ответить на этот вопрос, на мой взгляд, нужно какое-то академическое погружение именно в налоговый блок. И, ну, не всегда есть возможность, вот, держать на одном уровне экспертизу по банкротному праву, по гражданскому и по налоговому. И то же самое у налоговых юристов, им сложнее как-то сопоставить с законом о банкротстве, а банкротчиком с налоговым. Здесь, на мой взгляд, как-то возникают трудности. Вот. Но, тем не менее, порассуждать про это можно. В фокусе, да, уже, как сказала Василя, это постановление Конституционного суда вот про налог с залогового имущества. Но в качестве затравки и на старте хочется поговорить немного вообще в целом о налогах в банкротстве. Вот первый вопрос на обсуждение, коллеги, а вот самыми общими мазками, как, на ваш взгляд, сегодняшняя модель, скажем так, присутствия ФНС в банкротстве, включает удовлетворение требований, расчет налогов, очередность включения. В принципе, эта модель сбалансирована? Или все-таки есть какие-то перегибы, связанные с тем, что просто ФНС, она сильная? Вот как, на ваш взгляд? Светлана, как вы считаете? Знаете, Игорь, меня до сих пор удивляет, что у нас между второй и третьей очередью нет еще отдельной специальной очереди для ФНС, потому что в силу социальной значимости, назовем это так. Вот, ну, поэтому, вот поскольку этой очереди нет, я по итогу скажу, да, сбалансированная сейчас модель, вот, и перекоса в ней прямо такого реального нет. Но с другой стороны, любой человек, который когда-либо сталкивался вообще со спорами, в которых на одной стороне налоговая, а на другой бизнес, он понимает, что всегда небольшой перевес будет, вот, крен в ту сторону. И судебная практика как раз этим и занимается постоянно. Ну, она пытается там что-то корректировать. Но вот сейчас, сегодня как раз мы будем обсуждать серьезный крен в сторону налогов. Вот, а модель в целом законодательная, ну да, признаю сбалансированный на данный момент. Вот так вот мое мнение. То есть даже и в расчете, и во включении, и во удовлетворении, в принципе, какое-то рацию есть в этом. Вот пока не будет для них специальной очереди отдельной перед всеми остальными бизнес-кондитерами, все нормально. Я так буду считать, что это для себя. Я понял, спасибо. Алексей, а на ваш взгляд как о вот модели ПНС? Ну, я не поддерживаю существование налогов в банкротстве в целом, да, потому что мне кажется это несколько странным, что если мы просто распродаем имущество, чтобы распределить, да, денежные средства, имеющиеся среди кредиторов, и у нас, ну, очевидно, да, в подавляющем большинстве дел не хватает кредиторам получить там даже половину, и что в этой ситуации у нас появляются какие-то налоги, и некоторые из них еще и становятся текущими. Но здесь ответ, он лежит в области политики права, да, мы не можем здесь, как правильно Игорь сказал, что со слабой гражданский кодекс или еще что-то. И там, например, если смотреть зарубежные правопорядки, то там США налоги наоборот в более высокой очереди, и это способствует реабилитационным процедурам, потому что кредиторы понимают, если мы пойдем просто в реализацию имущества, мы получим после налоговой меньше всех. Да, если мы будем заниматься реабилитацией или обсуждать мировое соглашение, то у нас появляются какие-то шансы. Поэтому здесь у нас есть то решение законодателя, с которым мы работаем. Мне в части текущего налогообложения оно не нравится. У нас ведь в том числе, если просто смотреть порядок определения отнесения налогов к реестру или к текущей очередности, мы же смотрим на дату окончания налогового периода просто, что тоже кажется не совсем справедливо. Если у нас по налогам налоговый период квартал, и мы в конце квартала, в последний день возбудили дело о банкротстве, то у нас налоги за все три месяца, за весь квартал, они будут текущими. Хотя не так сложно посчитать, хотя бы за месяц это вычленить. Но у нас есть такое решение, и оно, конечно, те подобные решения показывают, что законодатель и Верховный суд, высший арбитражный суд, который определил, что текущие налоги будут подать окончание налогового отчетного периода, то во всех этих случаях кажется, что законодатель чуть-чуть подыгрывает налоговый. Немножечко заботится о бюджете больше, чем об остальных кредиторах. Мне это не очень нравится, но ситуация такая, какая она есть, и здесь нам надо с этим просто как-то работать и учитывать это. То есть здесь даже можно дать совет кредиторам, что если ты понимаешь, когда тебе подать заявление о банкротстве, у тебя такой баланс. Или подать пораньше, чтобы периоды подозрительности раньше начали для оспаривания. Или ты понимаешь, что там много может быть налогов текущих, может быть подать на неделю позже, чтобы эти налоги стали не текущими, а попали в реестр. Поэтому здесь, в общем, неоднозначная, на мой взгляд, ситуация. Ну вот, на мой взгляд, ключевая фраза здесь была «чуть-чуть подыгрывает». То есть понятно, ну, наверное, рассуждать о том, что в банкротстве все должны быть равны, это немного странно и нереализуемо. Понятно, что у нас есть отклонения, у нас есть залоговые кредиторы, у нас есть очередности, и кто-то будет первее удовлетворяться, чем все остальные. Вопрос в том, что обосновано ли это в принципе, и насколько это сильно смещено. Как-то в случае с ФНС, наверное, пока, ну, потихонечку, потихонечку. То есть вот оно не жестко, вот НДФЛ во вторую очередь немножко вставили, но сказали, слушайте, ну это же все на благо Родины и пенсии и так далее, поэтому во вторую очередь. Налог. Ну вы же понимаете, что бюджет как-то... Ну, в общем, до тех пор, пока не будет каких-то радикальных вещей, вот, например, налогового арестного залога, вот, если его засилят, наверное, тогда можно будет говорить о том, что что-то пошло не так. Как-то даже если отклонения есть, то они в пределах, ну, наверное, допустимой нормы. Ну, наверное, можно вот так говорить. Хорошо. Коллеги, ну, переходя вот к ядру дискуссии, к этому постановлению Конституционного суда, ну, кратко я напомню о том, что встал вопрос о том, что реализация предмета залога, будет ли она облагаться налогом и кто будет за это платить. Конституционный суд сказал, что это как раз-таки с выручки, но при этом было несколько оговорок, которые оставили, ну, скажем так, вопрос. И первое из них, это действительно суд может отойти от распределения суммы, то есть не все взыскать, не весь налог взыскать с вырученной суммы, в том случае, если для кредитора будет утрата экономического смысла залога. Вот эта фраза, она как-то, ну, не оставила равнодушным и вызывает вопрос, а как, что это значит? Вот на ваш взгляд, коллеги, что такое, как вы понимаете утрату экономического смысла? То есть это какой-то количественный критерий в процентах, но тогда какой, или что-то еще? Алексей, как на ваш взгляд? Ну, если честно, это очень неожиданная фраза для меня и очень неожиданное разъяснение. То есть, да, нам Конституционный суд что сказал? Он рассматривал вот это постановление от апреля этого года, оно касалось имущественных налогов. И вопрос, который стоял перед Конституционным судом, заключался в следующем, что вот погашать ли требования по уплате этих налогов за счет выручки от реализации залога преимущественно до определения доли залогового кредитора. Здесь я в некоторой степени приложил руку к этой практике, потому что первое дело, с которого все началось, когда НДС от сдачи в аренду предмета залога был отнесен к пункту 6 статьи 138 дела группы Техмаша, оно было вынесено по моей как раз жалобе, да, и с этого дела, в общем-то, началось расширительное толкование этого пункта. И в целом, да, вот исходя из того, что, ну, налоги есть и платить их надо, да, как я уже говорил, что мне, ну, не нравилось их существование, но поскольку они есть, да, мне казалось справедливым то, что мы проводим так называемое обособление процедуры, как это говорит Верховный суд, что в отношении залогового имущества у нас как бы отдельная процедура, да, поэтому мы вот все налоги, которые у нас возникают, все расходы, которые возникают, будем относить к пункту 6, разделим все остальное залоговыми кредиторами, и на остальных кредиторов никакое бремя возлагать не будет. И вот в цвете этого подхода, да, мне казалось, кажется, что в целом логичным просто будет отнесение имущественных налогов к пункту 6, статьи 138. Но Конституционный суд здесь попытался смягчить эту позицию. И смягчил он эту позицию тем, что сказал, что, ну, а уж если совсем ничего не останется, да, как он сказал, что утрачивается экономический смысл. Ну, что это такое? Наверное, стоит отталкиваться от того, что одна копейка – это тоже экономический смысл какой-то. Или здесь, да, там, просто я не понимаю какой-то вот организационной нагрузки на залогового кредитора, чтобы он сказал, ну, слушайте, тут осталось 5%, мне не надо это, да, я пошел. Нет. Ну, такое сложно себе представить, да, и поэтому я думаю, что все-таки утрата экономического смысла – это означает, что если кредитор уже совсем ничего не получает, но тогда мы встаем на другую позицию, да, ведь если Конституционный суд говорит, что если у нас утрачивается экономический смысл, надо взвесить, а как пострадает муниципалитет от неполучения налогов, да, как в целом бюджет на это отреагирует. И, исходя из этого, да, Конституционный суд предлагает судам найти какой-то баланс и поделиться, да, поделить эти денежные средства между налогами и между залоговым кредиторами. И в какой части поделить, да, если вот следуя моей позиции, что утрата экономического смысла – это одна копейка, да, то, то есть тут скажут, копеечку тебе отдаем, утраты экономического смысла уже нет, да, дальше мы не делим. Или просто, ну, я не понимаю, как будут нежестоящие суды, да, суд первой инстанции отталкиваться от этого разъяснения и каким образом он должен будет пытаться поделить, да, эту выручку. И на самом деле, мне кажется, это очень интересная практика будет, потому что, ну, залоговые кредиторы явно будут пытаться использовать это. То есть в тех случаях, где там, условно, наблюдение длилось очень долго, да, мы знаем такие процедуры, там, наблюдение, там, 4-5 лет длится, да, когда у нас там какие-то споры были, что мы долго не могли там провести оценку, продать имущество. У нас действительно может возникнуть ситуация, когда имущественных налогов, да, налога на прибыль, земельного налога достаточно много, да, а, например, там, продаем какую-нибудь базу, она там разрушенная, не очень кому-то нужна, но там кадастровая стоимость высокая, и мы там все равно много платим за нее, да. Исходя из этого, если просто относить имущественные налоги к пункту 6.138, как это Верховный суд сказал еще, по-моему, в 22-м году, да, то залоговый кредитор бы просто ничего не получал, а здесь он скажет, ну, попробую, почему нет, да. И что в таком случае должен будет сделать суд ниже в стоящей инстанции? Он должен у муниципалитета запросить, а куда ты хотел потратить? Да, мы там садик хотели построить, условно, да, а тут кредитор пришел. И плюс, да, Конституционный суд говорит еще, а нам надо еще оценить. А вот то, что кредитор эти деньги не получит, попадет он в банкротство, это из-за этого, или не попадет? То есть здесь вот я в целом за судебную дискрецию, но вот тут, мне кажется, очень неоднозначная ситуация и очень такое сложное разъяснение Конституционного суда, которое, я думаю, что ниже стоящие суды будут скорее пытаться как-то игнорировать. будут как-то вот, или говорить о том, что муниципалитету точно нужнее, да, а ты в банкротство не попадешь, раз ты столько лет ждал, да, и до сих пор не попал. Просто если они скажут, ну, обозначат какой-то процент, им надо будет обосновать, а почему столько, почему не меньше, почему больше. И это уже как бы риски. А нет, это достаточно простой ответ, что мы снова чуть-чуть будем подыгрывать налоговый бюджет. Хорошо, спасибо. Светлана, на ваш взгляд как? Может быть, какая-нибудь методка вообще в этом смысле? Меня спросите, меня спросите. Я когда читала вообще вот это постановление, у меня такая одна мысль металла в голове, взрыв судейского мозга, взрыв судейского мозга. Вот, а что делает судья, когда ему взрывают таким вот образом мозг? Он выбирает позицию, ну, обычную, на среднестатистический судья, позицию наименьшего сопротивления. Вот, и здесь даже КС вот на одной страничке там заложил подсказочку такую смешную, говорит, ну, есть же еще пени там в составе, которые отрывать-то от основной суммы налоговой задолженности не надо. Ну, вот можно в определенных ситуациях как раз пеню-то и отнести, отдать, там, вот, неотносительно налоги, а ставить в пользу залогового кредитора. Я боюсь, что суды на практике вот будут четко руководствоваться. Все налоговое, там, кесарю-кесарево, да, ну, а если будут какие-то копеечки, то залоговому. И залоговому кредитору придется прям конкретно биться за свой интерес. КС дал нам только одну подсказочку в этом смысле риск банкротства, да, риск банкротства залогового кредитора. Если его, вот он прям на пороге висит. И я здесь могу себе представить, на практике действительно ситуации будут самые различные. Но если пофантазировать на эту тему, то можно себе представить какое-нибудь важное предприятие, для которого вот залог в банкротстве другого юрлица, он действительно там важен и удовлетворение его требований на что-то повлияет. Но это будут такие редкие исключения из общего правила. А по общему правилу мы сейчас получим тот же самый крен. Мы год где-то, да, с нетерпением ждали позицию Конституционного суда на эту тему, когда мы получили такой серьезный крен в сторону налоговой в определениях Верховного суда. И в результате мы получили, в общем-то, постановление Конституционного суда, в которых на 80% страниц Конституционный суд пожимает руку Верховному суду и говорит, ты молодец, ты все правильно решил. Но вот есть маленькая оговорочка. Мы сейчас вот для каких-то редких-редких исключений мы придумаем вот такую модельку, что судья в рамках конкретного дела сможет залоговому кредитору там как-то вот что-то потрафить как-то. Но, естественно, еще на практике далеко не во всех 100% случаях налоговые платежи будут действительно занимать, вот прям нивелировать всю стоимость этого залога. Далеко не во всех 100%. То есть мы говорим конкретно о той категории дел, где действительно долго длились процедуры, налоги текущие практически съели всю стоимость. И вот в этих случаях и начнется основная битва. И суды, предполагаю, будут занимать сторону налоговой, только если реально у залогового кредитора не будет каких-то аргументов, что вот все, я банкрот, если не получу вот это. А будет ли иметь личность залогодержателя вот сама по себе? Допустим, вот три одинаковые ситуации. В одной залогодержатель банк, в другой физическое лицо, а в третьем просто компания какая-то. И, ну, естественно, физическое лицо будет говорить, слушайте, у меня жена, дети в сад ходят. Ну, вот такие доводы, такие настоящие доводы физического лица. Или ко всем будет одинаковый подход? Ну, можно себе представить, да, что какие-то аргументы, безусловно, повлияют в отношении личности. Вот опять же, стратегическое предприятие или просто там какой-то бизнес. Но ключевое значение будет иметь ущерб, который принесет в результате, ну, как бы, неполучения залоговым кредиторам вообще никакого удовлетворения из своего предмета залога. Потому что экономическая сущность залога, она все равно в голове у всех сидит, да, ну, то есть вот они сейчас бодаются, там, государственный интерес налоговый и экономическая сущность залога. Гражданское право действительно здесь вошло прям в клинч с публичным. И, ну, так или иначе, в этом клинче будет учитываться все, хотя в большинстве процентов случаев представить себе, что личность действительно повлияет, ну, скорее всего, нет. А в каких-то конкретных, да. Ну, так, так, я считаю. У меня есть даже совет. Вот личность будет влиять? Вот физик, банк, компания, вот это может как-то на этом сыграть? Я думаю, нет, но мне кажется, банк может сыграть, или любой там, да, кредитор следующим образом. Он может организовать новую компанию, уступить туда право требования по своему залогу очень дорого, и начать взыскивать их. И тогда у нас в реестре получится новый кредитор, который должен, купил право требования невыгодно, должен за это денег. Если он ничего не получит, он будет банкротством. Шах, мат. Это пошла банкротная логика, пошла вот это. Я купил дорого, мне нужно как-то отбивать уважаемых. Да, да. Поймите. Рассчитывал получить, да, что... И детей усыновил, за счет этого залога содержать. Ну, а какие-то... И это я... К тому, что вот само решение, оно, ну, несколько странное, да, что мы просто вот определяем, исходя из какой-то вот чувства справедливости, а кому нужней, да, ну, просто они залоговые кредиторы. Просто так у нас имущественные налоги, они текущие, да, мы с этим определились, как бы, что тут вот вопросов нет, что они текущие. И вот не залоговый кредитор, да, он придет и скажет, а давайте на меня эту позицию распространим. Если я не получу, то вот плохо прям будет очень-очень плохо. А вот мой конкретный, да, там, бюджет, который я плачу, там, это бюджет города Москвы. Он чувствует себя великолепно, он не заметит этих нескольких миллионов рублей, а я прям сильно замечу, да. Почему, как бы, дальше тогда нельзя такое-то делать? Просто вот мне кажется, в эту сторону вообще не надо было, да, делать никаких указаний, потому что это, вот, во-первых, неоднозначная позиция, а во-вторых, да, открывает путь для дальнейших каких-то злоупотреблений и, там, да, рассуждений о несправедливости других решений. Просто здесь у нас есть конкретное решение, там, по очередности, и оно в целом, ну, и не может быть справедливым, и не можем заранее, там, да, сказать, что вот именно такая очередность, она, вот, закон предусмотрел, вот, такие очереди, и они, как бы, идеальны для всех. Для кого-то, может быть, там, получение неустойки, там, жизненно важно, а для Сбербанка, в третьей очереди, основной долг не сильно нужен, он не заметит, да, но нам же Конституционный суд не предлагает и в этих случаях оценивать, а кому вообще деньги нужнее, да, но это просто, мне кажется, позиция, повторюсь, не защищена от критики. А вот насчет факторов, которые могут быть учтены при, ну, вот, определении размера, как, на ваш взгляд, этот перечень открытый, потому что КС, он какие-то примеры привел, ну, вот бюджет, что не получит бюджет, что обанкротится кредитор. А это может быть что-то еще, что не указано в КС, но, тем не менее, может сыграть? Или это все-таки, вот, сказали, работайте вот над этим направлением, и все. Светлана, как на ваш взгляд? То есть можно ли фантазировать дальше? Ну, это как раз в контекст вот этих вот общих рамок и укладываются уже разные частные случаи, включая личности, включая переход на личности. Поэтому вот эти вот критерии, которые, а вот если я, то, а если я, то, следующие последствия, а вот у меня там такой бюджет, а здесь сякой, вот, будут, будет разнообразие, но оно будет минимальным в силу того, что суды, ну, не любят они принимать на себя никакой ответственности. Поэтому здесь простор сейчас будет у залогового кредитора и у налоговой, какие аргументы поиспользовать с точки зрения вот выработки таких узких каких-нибудь критериев. Почему именно этот на грани банкротства или почему это для него тяжелые моральные страдания? Алексей, а на ваш взгляд, кстати, как вот этот перечень можно додумывать самому? Или он вот уже определен? Ну, я тут, во-первых, соглашусь с нескольким, с некоторым сожалением, что все-таки таких дел будет действительно мало, по крайней мере, я вот не помню, что подталкивался с делами, где там залоговому вообще ничего не доставалось из-за, да, имущественных налогов. Я вот, ну, не помню таких примеров, не встречал, да. И, конечно, было бы интересно посмотреть, как суды будут из этого там, да, из этой ситуации выкарабкиваться. Я думаю, что, ну, вот гипотетически можно, наверное, расширить, да, например, у нас есть какие-то субъекты, которых нельзя признать банкротом, да, и он скажет, ну, да, вот у меня, как бы, банкротом меня признать нельзя, но у меня, как бы, тяжелая ситуация. Или кто-то там скажет, что меня хоть и можно признать банкротом, но мне придется сократить там столько-то людей, да, из-за того, что я здесь не получу, чтобы не попасть в процедуру банкротства, а у этих людей дети, да, соответственно, тоже тяжелая ситуация. Но мне кажется, что суды все-таки будут бояться идти на сторону кредитора, потому что сразу возникнет вопрос, да, а почему не государство, а почему кредитор, а почему именно столько, и что, скорее всего, в большинстве случаев, да, в большинстве этих немногочисленных случаев, да, просто суд будет занимать сторону бюджета. Но, повторюсь, очень интересно увидеть такие дела. Хорошо. Коллеги, ну есть еще один вопрос такой, прям актуальный. Вот приземляясь все-таки на такую банкротную целину и банкротные будние дни, а что управляющему-то делать? Вот как вести себя управляющему? Не получится ли таких ситуаций, что вот, имущество реализовано, на спецсчет деньги поступили, все распределяют, пожалуйста, управляющий взял и распределил за вычетом налога. Тут кредитор залогово обращается с жалобой и говорит, что так, управляющий должен был действовать разумно, добросовестно, он эффективный антикризисный менеджер и так далее. Ну, много хвалят, хвалят управляющего, что вот он самостоятельная фигура, во всем разбирается. Почему он сам не пошел и не попытался вот рассмотреть вопрос о распределении налогов? Он же должен действовать в интересах. Вот возможно ли такая ситуация и какой-то, ну вот, вал, волна жалоб на управляющего? И как действовать тогда управляющим, Алексей, как на ваш взгляд? Ну, здесь на самом деле интересный вопрос. Ведь, как мы уже говорили, вот это указание на потерю экономического смысла, оно неоднозначно. Это я говорю, что там, да, условно одна копейка, это тоже экономический смысл. А какой-то кредитор может сказать, а меньше 90% уже теряет для меня смысл. И сказать, что исходя из этого, да, управляющий, вот имей в виду, если я получаю меньше 90%, то мы идем в суд с разногласиями. Да, что делать управляющему? Надо выяснить у кредитора, а для тебя экономический смысл это сколько, да, чтобы я, если что, знал, да, мне идти с разногласиями или не идти. Самый безопасный совет для управляющего, да, это разногласия. Здесь каждый раз, да, каждый раз разногласия, чтобы, да, у нас не было поводов ни для чего. Но здесь тоже какой вопрос возникает, да, а если кредитор молчит? У тебя там есть закон, ну и распределяешь, что тут, да. И, соответственно, ну как делают управляющие, найти хоть одного кредитора, который, да, к тебе относительно лоялен и сказать, давай вот мы с тобой разногласия и инициируем, да, по распределению денег залогового, чтобы у меня был повод в суд сходить. Потому что суды тоже любят говорить, что, а у вас форум вроде нет, да, какие разногласия, пожалуйста, да, сам занимайся, все по-прежнему убытки будут взыскать. Поэтому для управляющего здесь, мне кажется, вот вопрос только в том, что теперь надо сходить по погашению требований залогового кредитора, да, или получать у залогового с ним согласовывать расчет предварительно, да, как, ну мы там нередко это делаем, обсуждаем, какие расходы отнести к пункту 6.138, какие не отнести, исходя из этого, там, да, о чем-то договариваемся с кредитором и потом осуществляем погашение. Или, если не получается это сделать, то идти с равногласиями, чтобы в этой части, да, подстраховаться от взыскания убытков. Хорошо. Светлана, на ваш взгляд, как быть, как жить теперь управляющего? Ой, я думаю, что на практике, на самом деле, все, на два критерия распадется. Первое, кому лоялен арбитражный управляющий в каждой конкретной процедуре. И насколько он смелый. Да, точно. И насколько он смелый, наоборот, он пойдет, ну, там, если он нейтрален, предположим, да, по пути наименьшего сопротивления, ну, там, оценит, там, какие возможные убыточки ему могут выставить, если он резко сыграет в сторону залогового кредитора вдруг, например, или наоборот. Но, скорее всего, нейтральный арбитражный управляющий выберет налоговый, все перечислить, да, по принципу региональный бюджет всегда беден, вот, и пенита ля проблема. А дальше уже пускай с ним, там, заинтересованные лица спорят. Ну, а если действительно арбитражный управляющий заинтересован в каком-то диалоге, так он с залоговым кредитором заранее поговорит, и пусть залоговый кредитор сразу с разногласиями обращается, с какими-нибудь, типа, ну, письмами можно обменяться, там, сказать, я что-то не согласен, давайте по-другому. В общем, практика здесь нам много тоже разных вариантов предложит, и каждый будет своеобразен в зависимости от процедуры. Ну, вот тут можно вспомнить и прошлогоднее постановление КС, да, по налогу на прибыль, который, налог на прибыль отнес третьей очереди, и после этого же постановления встал вопрос, а что делать с НДС, потому что, напомню, да, там же одновременно рассматривали жалобы по восстановленному НДС и по налогу на прибыль. И по налогу на прибыль Верховный суд передал вопрос в КС, и вот у нас вынесена позиция о том, что это третья очередь, а не пункт 6.138, да, а по НДС тогда Верховный суд приостановил рассматривание, жалобу потом не передал. И у нас теперь, ну, формально открыт вопрос, да, а куда одевать восстановленный НДС. И просто, ну, есть уже отказные определения Верховного суда, где говорят, что восстановленный НДС – это пятая очередь текущих. И есть же, да, постановление на уровне касации, где говорят, что НДС – это третья очередь приестра, так же, как по налогу на прибыль. И это я к тому, что вот сейчас при реализации предмета залога управляющему все равно надо идти с разногласиями, чтобы как минимум решить вопрос с НДС, да, или там, ну, с налогом на прибыль попроще ситуация, там, может быть, только в размере расходов, которые мы учитываем. И просто здесь дополнительно, да, ну, добавится в этих разногласиях еще один элемент. Мы теперь будем и в части, там, имущественных налогов думать, там, да, надо их как-то распределить или не надо. Просто это все, конечно, очень сильно затягивает дело о банкротстве и затягивает, там, время получения денежных средств со стороны залогового кредитора, потому что он будет это сильно дольше теперь все ждать. Но, тем не менее, мне кажется, все будет все равно упираться в разногласии. Ну, вот я думал насчет деятельности управляющего, потому что, ну, вот, постоянно они вот под ударом ищут, вот, на них копают, пытаются за что-то прижать. И в случае вот с этой ситуацией, с одной стороны, я думаю, что, конечно же, такие жалобы, они успехом не увенчаются, даже если управляющий ничего не сделает. Ну, вот, с точки зрения того, что, с точки зрения экономической. То есть, если кредитор придет с жалобой, управляющий придет и скажет, слушайте, уважаемый суд, меня кредитор пытается уличить в том, что я не попытался ободрать бюджет региональный. Вот суть его жалобы. И, конечно же, суд огорчится и откажет. Но это если мы говорим про экономику. А кредитор может пойти хитрее и сказать, уважаемый суд, ну, я к бюджету ничего не имею против. Я имею против управляющего, что он даже не озаботился этим вопросом. То есть, у меня есть ощущение, что он не читает практику, он бестолковый и даже не предложил каких-то решений. Он просто ничего не сделал. И вот по каким-то формальным основаниям признать действия незаконными. Без убытков. Просто незаконные действия, потому что вот не озаботился этим. И вот в этой части, что делать управляющему, мне кажется, что хотя бы идти каждый раз с разногласиями, это вот такое тяжелое решение. Во-первых, судьи будут злиться, что вот к ним приходят с такой ерундой. Управляющие тоже, они начнут захлебываться от того, что им придется каждый раз еще дополнительную работу бессмысленную делать и безнадежную. Но, тем не менее, как-то провожиться. Может быть, направлять уведомление залоговому кредитору о том, что если он считает, что налог должен распределяться по-другому, то он может обратиться в суд, потому что управляющего нет каких-то оснований и предпосылок для того, чтобы эту очередность и этот баланс, эту пропорцию пересмотреть. Может быть... Ну, тогда тоже это, с одной стороны, странно. Вот каждый раз направлять вот эти вот уведомления о каждом залоговому кредитору. Ну, хотя бы так. Хотя по-хорошему, на мой взгляд, конечно, такие жалобы не должны удовлетворяться. Это кредитор должен собрать богатырскую силушку свою. Если его что-то не устраивает, то идти в суд и распределять, пытаться пересмотреть. Ну, вот здесь для управляющего потенциально может быть какой-то риск, на мой взгляд, относительно... Я в трудом себе представляю, чтобы суд в этой ситуации, если управляющий отдал все налоговой, вот, чтобы он поддержал кредитора в том, что вот кто-то там недостаточно хорошо выполняет свои обязанности. И на месте арбитражного управляющего я бы лучше не в пользу залогового кредитора решал вопрос, только если не залоговый кредитор меня туда назначил, в эту процедуру. Вот. Ну, в общем, посмотрим на практике. Посмотрим, как это будет. Но здесь же все-таки... Вот в разъяснении же все-таки указано, что суд вправе пересмотреть долю. То есть, в целом, у управляющего есть как бы правило по умолчанию, что он платит все в бюджет, и только если там экономический смысл утрачивается, суд вправе пересмотреть. И здесь должен ли управляющий озаботиться, да, спросить у кредитора, как дела там, банкротство близко, не близко, если близко, может, сходим в суд, там, пересмотрим, да, ну, странное решение. Кажется, что все-таки кредитор сам должен о себе переживать, да, и сказать как бы управляющий, вот я понял, сколько денег мне достается, мало, да, смысл теряется, я пошел в суд, подожди, не распределяй деньги, да, вот только в этом случае. Но тут встанет другой вопрос. Да, управляющий, кредитор попросит обеспечить ли меры, ему откажет, да, а потом все равно скажет, а управляющий, ты все равно должен был не платить. Управляющий не платит, растут пени, да, перед бюджетом. Если управляющий заплатит, скажет, были меры, потом, не дай бог, вынесет на другую сторону, в пользу кредитора, ему скажут, а зачем ты заплатил, да, должен был подождать, видишь же спор. То есть вот тут возможны какие-то риски, но мне кажется, это тоже прям будет очень минимальное количество дел, да, а так я думаю, что управляющий просто должен написать письмо и сказать, как бы кредитору, я распределяю вот так, не согласен, сходи в суд. Ну да, наверное, на практике управляющие будут делать так, что если залоговый кредитор скандалист и явно такой вот хочет гадости какие-то сделать, недружелюбный, то нужно, наверное, подстраховаться и направить ему уведомления. Во всех остальных случаях, на мой взгляд, даже управлять уведомления управляющие не будут и удовлетворяться жалобой, вот если они будут, на мой взгляд, конечно же, не должны, это совсем глупость, что управляющий там за кредитора не пошел биться против НС, ну, сама фабула, она прекрасно сама по себе еще до того, как мы начали ее рассматривать, сами доводы кредитора. Ну, хорошо, а насчет экономического смысла, утраты вот этого смысла, вот, коллеги, я здесь тоже согласен, мне кажется, что метрики не получится, метрическую систему здесь придумать не получится, никаких процентов не будет, и, скорее всего, это сделано только для каких-то социально значимых предприятий. Ну, допустим, есть какой-то регион, и там залогоделитель это какое-нибудь предприятие, которое производит 80% чистой водички, чтобы люди пили и были здоровыми. И вот оно говорит, слушайте, ну, мне нужны деньги, потому что мне тогда водичку будет не на что производить, поэтому я понимаю, что бюджет – это хорошо, но водичка, ну, нужна водичка, ну, пожалуйста, вы что? И тогда, наверное, можно отойти в этом случае. А во всех остальных, ну, это нужно доказывать, что тебе нужнее, чем бюджету. А тебе нужнее, чем бюджету может быть только в том случае, если ты выступаешь каким-то гарантом интересов очень большого круга лиц, причем такого социального интереса, не развлекательного, а именно вот жизненно важного интереса, наверное, так. А для всех остальных случаев, да не будет никто, конечно, в пользу против бюджета выносить решение и говорить о том, что, да, вы знаете, нужно отойти, и вот этому джентльмену нужнее, чем региональному бюджету. Ну, хорошо. Коллеги, а дальше, переходя к следующему вопросу, так же возникает идея, а что-то поменяется вообще от этого постановления в отношениях между залогодержателем потенциальным и вот должником. Ну, то есть повысят ли, допустим, банки ставку, вот пересматривая какие-то риски, или наоборот понизят, или ФНС как-то будет по-другому относиться, или, ну, то есть вообще на что-то, на отношения в обороте это постановление повлияет как-то, или ничего не изменится? Светлана, как на ваш взгляд? Ох, на практике, как это, хороших залогов не так много, чтобы выбирать и повышать к ним требования, бери, что дают, с точки зрения банка, сейчас смотрю на ситуацию. Вот, и даже если исходить из того, что у банков не заваляется ставочку повысить, как это, заложить в ставочку там что-нибудь, любые риски, да, ну, посмотрим. Я не думаю, что вот эта ситуация, которая, она не является вот сильно массовой, да, с чего мы начали, да, не все 100% случаев, когда вот эта позиция, ну, будет влиять на права залогового кредитора. Я считаю, что единственное, что из этого всего вот будет извлечено залоговым кредитором, это очень большое внимание, но это уже год, наверное, после позиции ВФС, а не только после позиции КС. Залоговый кредитор начнет обращать внимание на то, чтобы поскорее, вот как своими действиями, поскорее бы реализовать этот предмет залога и закладывать, просчитывать заранее, а какие суммы налога там могут получиться, если это там какое-то имущество и там налог на имущество или еще что-то там, да. Поэтому вряд ли это прям отразится на системе кредитования или требованиях к залогу, а вот на внимательности залогового кредитора к ситуациям, когда уже его должник оказался залогом в банкротстве, вот тут она повысится прям в разы, ну, уже, мне кажется, повысилась год назад. Ну, да. Хорошо. Алексей, на ваш взгляд, вот, повлияет на то? Я вот поглашусь с Светланой, что, да, это действительно должно повлиять на скорость продажи предмета залога. Потому что, ну, не секрет, что там были, есть дела, где залоговый кредитор несколько злоупотребляет банкротной процедурой. Да, раньше это было там до 2020 года, когда у нас в целом все налоги не относились к пункту 6.138 и залоговый кредитор мог использовать предмет залога, там, взяв его в аренду, да, или там могло работать какое-то производство, но при этом налоги относились на массу. И, соответственно, залоговый получал от этого плюса, а минусы получали остальные кредиторы. Да, потом у нас было дело в ЛПК лес, да, где мажоритарный кредитор передал все в аренду и по толлинговой схеме они работали, генерировали налоги при этом, да, но их платил должник, а, соответственно, прибыль получала другая компания. И здесь вот то же самое. Мне кажется, что просто залоговый кредитор должен торопиться все это продать, да, и постараться продать эффективно. Возможно, если это сложные какие-то там непростые предметы залогов будут, то они будут там, да, оставлять за собой или выкупать самостоятельно, чтобы там уже дальше в спокойном режиме искать на это покупателя. Я не думаю, что это изменится на ставке, отразится каким-то образом на ставке. Это все-таки единичный случай, и у нас, ну вот, банки часто говорят, что, да, вы ухудшаете наше положение там в банкротстве, мы это скажут на ставке, это потом скажется на экономике в целом. Но фактически, вот я не видел ни одного исследования экономистов, которые бы прямо сказали, что вот здесь мы ухудшили, там ставка отразилась, там, я не знаю, там две десяток стало выше, и это стало хуже для экономики, вот в целом. Не для банка конкретного, да, потому что если мы вот в каком-то случае там, допустим, там делаем положение банка кредитной организации хуже, то это означает, что другие кредиторы при этом получат чуть больше, потому что, ну, у нас денег-то больше не добавляется. Если мы исходим из того, что вот налоги есть, и мы их точно платим, то, соответственно, у нас получает либо банк, либо бюджет, либо остальные кредиторы. Поэтому вот в этой части, повторюсь, да, мне кажется, на ставке это никак не отразится, и хотелось бы, конечно, увидеть какое-то исследование, которое прямо сказал, а вот на самом деле, вот с точки зрения экономики, насколько нам вот важно так сильно там, да, защищать позицию банка, я не к тому, что вообще от долога надо отказаться, да, но вот плач банков о том, что вы нас обижаете в банкротстве, и из-за этого экономика скоро вся рухнет, я не уверен, что он обоснован. Хорошо. Коллеги, ну такой подытоживающий вопрос в конце, то, с чего все начиналось. А как вы все-таки оцениваете это постановление? То есть правильные вещи там написаны, стоило ли писать про этот смысл, вот утрату этого смысла, и повлияет ли оно на практику, или его вот так аккуратненько вот положат в упаковочку и будут работать дальше, как работает? Алексей, как на ваш взгляд? Сложно сказать. Давайте так, это постановление очень интересное, да, оно вызвало жаркости дискуссии, про этот смысл все пишут, все думают, все говорят, поэтому с этой точки зрения оно вышло не зря, да, нам не скучно, но... По нескучности, да. Уже не зря старались, да. Наше время это уже плюс, но именно с практической точки зрения, да, я бы, конечно, хотел бы, чтобы они сказали, а это там или третья очередь, да, чтобы их секретарь досталось чуть больше, да, или совсем в этих случаях облагать налогом, там, имущественными налогами деятельность не стоит. Поэтому, мне кажется, оно больше разочаровало, да, и, может быть, если бы они просто сказали, там, пункт 6.138, эти налоги текущие, и все, этого было бы даже лучше, чем вот добавление про экономический смысл. И, не знаю, может быть, просто вообще указание на экономический смысл они добавили, чтобы им сказали, а зачем бы, не сказали, чтобы, да, а зачем бы вообще это постановление выносили, все, и так было до этого времени, да, до того, как они смотрели этот вопрос. Они немножко добавили от себя, теперь у нас есть экономический смысл, и мы будем его искать. Поэтому, мне кажется, на практике это вот в подавляющих большинствах случаях вообще никак не скажется. Хорошо, Светлана, на ваш взгляд. Да-да-да, основное слово, которое нам прикольненько получилось. То есть, если бы это было в Инстаграме, если бы у Конституционного суда был аккаунт в Инстаграме, были бы лайки. Да, вообще, 100 из 100. Вот, на самом деле, когда я это читала, меня интересовали не какие-то даже какие-то узкие, да, узко-частные вопросы, а во мне проснулся такой вот ученый-теоретик, который в очередной раз завороженно просто наблюдал за нормотворчеством наших высших судебных инстанций. Причем я вот сейчас даже не про Конституционный суд, который, по сути-то, ну, во-первых, у него право есть морально этим заниматься, а я про Верховный суд, которому Конституционный суд на почти всех страницах своего постановления, ну, как бы, да, подтверждал его позицию. Я вот еще раз, я вернулась к пункту шестому, статьи 138, я ее перечитала и заплакала, потому что, вот, если, я сейчас прочитаю, ну, просто, чтобы мы тоже все прочувствовали, наверное, это, да, что относят там расходы на обеспечение сохранности предмета залога и реализацию его на торгах, покрываются за счет средств, поступивших от реализации предмета залога, там, до расходования этих средств в очеренности. То есть очень четко законодатель-то нам написал расходы на обеспечение сохранности предмета залога и его реализацию на торгах. Вот если подумать хотя бы чуть-чуть, как, как можно было текущие налоги вот сюда запихнуть внутрь. Но мы видим, что это сделано, вот, причем я даже с большим удовольствием перечитала вот эти вот определения два Верховного суда, насколько красивыми словами класса телеологического толкования закона и прочего это все объяснено, при этом ничего не объясняя. Просто так надо, ребята, просто так было надо. И вот то же самое с постановлением Конституционного суда, ну, просто так было надо. Но вот именно на те случаи, когда на грань банкротства или каких-то еще неприятностей будет поставлено некий социально значимый залогодержатель, вот на эти случаи Конституционный суд сделал нам сейчас оговорочку, ну, чтобы не так все было мрачно и печально. Но в целом мы все понимаем, что происходит, как оно происходит, как оно все будет. На практике суды в редких-редких-редких, там, исключительных случаях, возможно, мы увидим, как вот это распределение сыграет. А в основном, ну, все будет, как мы уже предполагали. Налоговая получит свое от предмета залога. Гражданское право не будет нервно курить в углу. Ну, собственно, это ожидаемо, это ожидаемо. Вот если бы Конституционный суд там вот прям напрягся и сказал, да это вообще не пункт 6 статьи 138 налоги, вот тут вот я бы прям замерла в восторге. Но нет, и такого мы и ожидать не приходится. Ну, по разным причинам я, причем, не буду говорить, что там плохо, хорошо, ну, там вот так. Вот. Ну, кстати, вот здесь такой вопрос дискуссионный. Я понимаю, о чем вы говорите. Вы за такое заграничительное толкование этой нормы. Но вот Алексей, кстати, об этом говорил, что задолго до этого постановления уже практика Верховного суда была, когда логика была в том, что, слушайте, ну, если мы налоги не включаем, получается, что залогодержатель забирает денежки, а вот пацаны вот с третьей очереди, они вот платят налоги за этот предмет. Ну, как-то это несправедливо получается. И, наверное, то, что оно входит, ну, в этом есть. Ну, с этим можно соглашаться, не соглашаться, но, по крайней мере, в этом есть, ну, базовая какая-то логика, то есть обоснованная почему. Вот. Что насчет постановления, ну, мне кажется, что вот под утратой экономического смысла залога, ну, конечно, это можно было бы не писать вообще. По Денте, наверное, имели в виду норму закона о банкротстве, о возможности отойти от очередности. Это вот пример, когда даже у суда, в принципе, есть такая опция, и когда заявлением обращается какое-нибудь социально значимое предприятие и говорит, давайте мне быстрее, потому что я там вот занимаюсь энергоснабжением и чем-то еще. Такая норма есть в ЗОБИ. Наверное, это была попытка ее как-то сделать эту оговорку, что можно и даже с налогами делать, чтобы те, кому нужнее, какие-то социально значимые граждане, теперь предприятия и вообще ребята получали побыстрее. Зачем нужно было писать в таком виде, когда вообще ничего не понятно? Что за смысл? Как считать? Зачем? Что? Против бюджета? Куда? Потом, ну, наверное, вот это не очень хорошее решение вот с точки зрения, ну, юридической техники. То есть вы либо пишите подробно, потому что никто же не может акт Конституционного суда там дотолковать или дописать, ну, кроме него самого. Либо не пишите вообще, скажите, что там вот платите и все. И надо вопросы задавать. Вот. Родина-мать требует... 50 на 50 и идите отсюда все. Ну, 50, вот это точно не напишется. Мне кажется, что бюджет все нет. Если написать ничего невозможно, законодатель должен писать, конечно, такие вещи. Ну, то есть вот, ну, если вот уж стали за законодателем дописывать, то так, конечно, не надо. Вот. То есть нам всем весело, интересно это будет долго обсуждать. Вот. А у судей взорвется мозг, ну, они избегут на практике этой ситуации. Вот они умеют... Они не будут ничего, да, да, да. Такие вещи. Они просто не будут заморачиваться. Потому что очень сложно. Ну, писать это, да. Да. И непонятно зачем. И что-то у меня ощущение, что вот как раз-таки вот эта идея с смыслом никто и не будет пользоваться. Будет, может быть, кто-то, ну, попытается хайпануть и попробовать. Ну, так, давайте попробуем, а что нет, что теряем. Получат там пару десятков отказных, вот, с одной и той же формулировкой, что это, аккуратной формулировкой, что нет. Ничего, поплатите и радуйтесь, что вы, в принципе, получили залог, который не оспорили. И не надо лезть глубже в этот ящик и открывать его дальше. Ну, хорошо. Коллеги, ну, в принципе, по повестке все. Спасибо вам за участие. Я действительно как-то так осторожно участвовал в дискуссии по налогам, связанным с налогами, потому что, ну, так, тематика очень специфичная. Вот, поэтому спасибо, что поддержали этот разговор. Вот, и в части практики, и в части вообще понимания того, как нужно, в какое место должно занимать налогообложение в банкротстве. Поэтому, ну, Василия на меня возложила сегодня функцию того, кто подводит итоги и прощает, что-то там хорошее говорит. Я не готов к этому. У меня это получается плохо. Но зато, честно, я стараюсь. Может быть, я со временем накоплю базу и буду как-то виртуозно и слаженно это сделать. Но пока спасибо всем за участие. Было приятно с вами пообщаться. Коллеги, спасибо за дискуссию. Спасибо всем слушателям. Ну, и все. Я думаю, уже будем прощаться. До встречи. Тогда увидимся с вами, я думаю, еще. Спасибо тоже. Было очень интересно пообщаться на эту тему. Да, коллеги, спасибо. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.